Ну, кстати, о ракетах. Накануне очень много видеоматериалов, Роспропаганда распространяла на фоне ракет, как общаются диктатор Путин и Ким Чен, который прибыл в Россию. И, понятное дело, что речь шла как раз о военном сотрудничестве. Каков, по вашему мнению, главный итог этого визита? И можем ли допускать, что все-таки не договорились о чем-то? Потому что теперь уже Путина пригласили в КНДР, и, возможно, этот визит состоится. Ну, нет, такого прощения нельзя сделать, потому что если его пригласили, то наоборот договорились, согласились дальше продолжать переговоры и дальше продолжать сотрудничество, увеличивать сотрудничество. Я вам скажу, что самый негативный итог всего этого, всей этой встречи, это то, что Российская Федерация и Китай заявили о том, что они приостанавливают или даже не будут соблюдать санкции, которые приняты Организацией Объединенных Наций против Северной Кореи. И это самая неприятная вещь, которая вообще могла быть, потому что был консенсус мировой о том, что Северная Корея, как государство, которое не соблюдает договор о нежпространении ядерного оружия, которое строит свои ядерные силы в обход всех договоренностей международных, является страной-изгоем. И именно потому, что в Организации Объединенных Наций все государства или большинство государств проголосовало против этих планов Северной Кореи, и к ним присоединился в то время и Китай, и Россия, и в Совете Безопасности они не использовали свое право вето, и на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, когда принимали соответствующие резолюции. А сейчас Китай и Россия объявили, что они выходят из этого соблюдения ООНовских санкций. Это самая неприятная вещь, которая состоялась на этих днях. Дальше очень смешная вещь была, потому что вы сказали, что они обсуждали ракетную тематику военную, но формально космодром Восточный Российской Федерации подает как цивильный, то есть гражданский космодром. Хотя его строил, кстати, спецстрой, который причинялся Министерству Обороны, очень воровская организация, которая своровала там по минимуму 15 миллиардов рублей, все руководство ее пересажал, сам Путин даже пересажал. Он пересажал не за то, что они воровали, а за то, что они не строили. Там, значит, вообще символика всей этой встречи, она очень смешная для тех людей, которые знают историю этого космодрома, да, потому что он строится с огромными нарушениями, с огромным опозданием. Он сейчас, его строительство опаздывает на 10 лет по сравнению с тем, что было заявлено Путином аж в начале его правления при первом сроке, при втором сроке его правления. Пересажали все руководство спецстроя. Спецстроя расформировали. Руководство Роскосмоса, значит, тоже там сменили. Ну вот последнего мы видели там Рогозина, который сняли год назад, тоже опять же до того, что он не выполнил свои обязательства и по строительству военных ракет, и по строительству космодрома Восточный. И встречаться, кстати, в этом месте, это надувание щек, особенно после того, как всего лишь две недели тому назад упал российский спутник на Луну, разбился. То есть программа лунная ничего не дает Российской Федерации и так далее и тому подобное. Но напряжение все-таки эта встреча вызвала, потому что просто такая активизация стран, каждая из которых является на международном уровне теперь изгоем, это неприятная очень вещь для международного сообщества. И когда два, две страны изгоя объединяются, это хуже для международного сообщества, тем более, что есть третья страна, которая называется Китай, которая их больше во много раз, но которая, так сказать, благоволит и к той и другой стране. По-разному немножко благоволит, но благоволит, потому что Китай устраивает наличие двух стран изгоев вокруг него, потому что таким образом Китай сам по себе становится как бы меньшей страной изгоем, потому что он тоже, в общем, к нему можно предъявить много каких претензий и по уйгурам, и по планам по захвату Тайвань и так далее. Вот на фоне двух диктаторов, таких вот карликовых, маленьких, я, кстати, очень удивился, потому что у меня почему-то, даже вот у меня в моем воображении было впечатление, что Ким Чен Ын высокого роста, а на самом деле он такого же роста, как Путин, то есть он маленький, просто он толще. Вот, и когда его там у себя в Корее снимали, его снимали всегда с нижней точки, камеры стояли всегда, создалось впечатление, что он такой высокий, большой, такой толстый, гигант, такой чуть ли не борец суно какой-нибудь японский, а на самом деле он очень карликовый диктатор, такой же, как и Путин. Но Путин худее, или вернее этот самый толстяк Ким Чен Ын толще, чем Путин. Вот, но несмотря на всю эту комичность этих клоунов двух, то, что они делают, это, конечно, очень серьезные вещи, потому что Путин опять грозил ядерной дубиной, опять поднимал тему ядерных конфликтов, теперь уже угоражал там и чуть менее Великобритании, угоражал ударами по ядерной энергетике украинской, то есть на самом деле он продолжает использовать эти международные встречи для того, чтобы эскалировать конфликт, эскалировать напряженность в международных отношениях в результате вот этих заявлений. Субтитры подогнал «Симон»